Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Говоря, начнем мы, наверное, с таких актуальных вопросов. В последнее время Беларусь столкнулась с вызовами в адрес своей национальной независимости, безопасности. И в том числе нужно реагировать адекватно, проводя государственную политику. Это и выстраивание взаимоотношений с нашими партнерами Российской Федерации. И вот как раз такие переговоры на высшем уровне в Москве проходили. Насколько сегодня наше государство готово отстаивать свои национальные интересы и как противодействовать всем этим актуальным вызовам? Ну, я думаю, что все заметили, значит, что власть прочно держит власть в своих руках. Действительно, был определенный момент, который был очень неожиданно для всех. Вот. Естественно, никто не предполагал, что некие внутренние проблемы дойдут до такого уровня, как они дошли, особенно с учетом внешнего влияния и внешней поддержки. Знаете, когда говорят о неком организме, о государстве, то я всегда вспоминаю, ну, в общем-то, можно сравнить конкретно с человеком, да? То есть, когда он здоров, когда он, значит, полон сил, энергии, то он уверенно идет вперед. Как только появляются некие болезни, конечно, труднее с этим справляться. И, собственно говоря, когда человек больной, то и другие, наверное, его обидят в состоянии, в общем-то, со стороны вот так вот внешне. Так и в нашей стране. Когда, в общем-то, некая раковая опухоль, а еще где-то внешне, зная где эти проявления, еще тыкает туда, значит, палкой какой-то, то, конечно, трудно как-то так, значит, себя вести, как будто ничего не происходит, и не обратить на себя внимание, вот как такого, знаете, человека, которого всякий может обидеть. Но я скажу, что, значит, сегодня мы полностью контролируем ситуацию. На самом деле, конечно, есть еще много, где эту раковую опухоль, можно сказать, зачистить. Вот, конечно, если бы не было внешнего воздействия, в общем-то, внешнего влияния, внешней поддержки каким-то деструктивным проявлением, нам было бы гораздо легче. Вот, но, опять же, повторюсь, что у нас есть достаточно сил и внутри. И государственный аппарат работает, правоохранительные органы. Нам есть на кого опираться на международной арене, да, серьезные наши партнеры, такие как Россия, Китай, значит, ну, и также ряд стран дальней дуги, страны СНГ помогают нам выстраивать не только политические, но и экономические отношения. Поэтому, я думаю, со всем мы справимся. Не раз уже проходили похожие вещи. Так что, можно говорить о том, что, да, ситуация непростая, но нам по плечу. В том числе, наверное, это и ситуация посмотреть на новый миропорядок, потому что мир меняется, и вот эта новая конфигурация сил у наших границ нарастает, да. Опять же, вот, недавний заговор, о котором тоже много говорится и обсуждается, не позволяет расслабляться, и нужно всегда быть на чеку, понимая, что в основе сохранения белорусской государственности и нашего суверенитета. Ну, я вам хочу сказать так. Друзей ни у кого сегодня в мире нету. Если мы говорим по словам друг, это то, наверное, государство, которое, ну, столетиями будет друг друга там поддерживать, значит, и решать чьи-то вопросы. Все сегодня руководствуются сугубо прагматичными интересами. Чем хуже обстановка в мировой торговле, в миродовых отношениях... Да и пандемия, да. Пандемия, ну, естественно, обострила все проблемы. Тем больше страны или региональные блоки начинают концентрироваться на своих личных проблемах, и для них вопросы других стран, других блоков вообще не играют никакой роли. Даже более того, мы наблюдаем стремление, желание отдельных, значит, игроков международной политики решить свои проблемы за счет неких других. Ну, собственно говоря, никому не нужны сильные конкуренты в экономическое, в решении политических вопросов, инвестиционной деятельности. Потому что, прежде всего, любой сегодня конкурент, это тот, который оттягивает ресурсы и какие-то финансы от тебя. Поэтому, собственно говоря... И в ход идут санкции. Естественно, санкции, риторика. Естественно, при этом все опираются, говорят, ну, некие там внутриполитические проблемы. Но, знаете что, надо сразу смотреть, кому это выгодно. Как только у нас случились эти проблемы внутриполитические, тут же, значит, ряд стран по периметру границ начали говорить, о, мы тут с удовольствием медиков примем, учителей примем. Пару стран, говорят, о, мы тут, значит, всех айтишников сейчас переманим. Кто-то говорит, давайте закроем... Делокспортсминов, да. Да, давайте закроем, значит, им торговлю, там, калийными удобрениями, нефтепродуктами. Мы тут своими заменим и так далее. То есть, понимаете, можно много говорить о внутриполитической ситуации, много можно говорить о каких-то правах человека. Но на самом деле в результате мы видим то, что играют значения гораздо больше экономические вещи и желание за наш счет, в общем-то, где-то решить свои вопросы экономического, финансово, демографического плана. Вот и все. Ну, в основе все-таки, конечно, это люди и их благосостояние, и наше вот это развитие нашей страны. И поэтому, даже несмотря на все вот эти, на эту риторику санкционную, ведь забота о человеке и поддержка социальная в государстве, она всегда в основе угла и в основе нашей политики. Ну, я напомню Конституцию. У нас высшая ценность вообще общества и государства – это человек. Его права, значит, и гарантия их исполнения. И вообще социальная политика всегда была краугольным камнем политики президента. И если говорить даже про, допустим, бюджет нашего государства, вот опять же, у нас много таких призывающих, давайте там не платить налоги вовремя, давайте, значит, не оплачить коммунальные платежи, там, бензин какой-то не покупать. Мы нанесем удар, значит, там, по силовикам, правоохранительным органам и так далее. Ну, надо не забывать, наш бюджет, 50% бюджета, то есть всех поступаемых в государство средств, идут на социальные программы – образование, здравоохранение, выплата пенсии, помощь старикам, людям с ограниченными возможностями – 50%. И только 10% от каждого, скажем, поступающего рубля, значит, в бюджет идет на вообще так называемый блок силового характера. Где? И пограничные войска, и таможенные службы, и, значит, какие-то системы, там, обороны и так далее. И там конкретно правоохранительные системы крохи идут. Поэтому, когда говорят о том, вот мы тут нанесем удар по, значит, самому главному, значит, поддержащему власть сегменту, значит, государственного управления, наносят прежде всего удар или пытаются нанести удар по детям, по старикам, по многодетным семьям, по врачам, по учителям. И вот, собственно говоря, об этом, в первую очередь, все мы должны понимать. На это и было рассчитано, наверное, вот это влияние деструктивных сил, в том числе, когда обстановка была напряженной. Но вот сейчас, внутри политической ситуации, вам, как никому, она видна, постоянно командировки и выезды в регионы, в том числе, вот эта практика выездных приемов представителями администрации президента, для того, чтобы услышать насущные вопросы граждан, населения, бизнеса на местах. Насколько вы ощущаете сегодня климат в Беларуси, вот как реагируют люди и что их волнует, с какими вопросами они обращаются? Больше, меньше стало обращений. Ну, вообще, действительно, я очень люблю выездные приемы, это позволяет окунуться в атмосферу соответствующих регионов, повстречаться с людьми, люди охотно приходят, причем по совершенно разным вопросам. Вот, хочу сказать, что сегодня вообще в регионах не чувствуется никакой напряженности, ни в районных центрах, люди заняты своим делом. И где есть работа, где есть возможность применить свои какие-то способности на благо общества, ну, есть же люди, которые занимаются и волонтерством, и какими-то социальными программами, вот, то там все в порядке, вопросов там никаких не возникает. Ну, буза там, где в основном иногда или люди сами не знают, чего они хотят, либо по какому-то поводу считают, что они могут управлять государством лучше, чем те, кто сегодня управляют. Но читавшись в неких книжах, поездив где-то по каким-то странам, считают, что Беларусь тут, если они придут к власти, за год или два сразу станет Федеративной Республикой Германии. Но я им хочу напомнить, что пока еще ни одно государство, значит, даже, значит, из тех, которые претендуют на некие особые отношения с Европейским Союзом, из стран бывшего СНГ, берем еще и, значит, Югославии, государство бывшее, они пока еще и близко не приблизились к каким-то стандартам и каким-то экономическим, значит, бенефитам от вообще своего вот такого какого-то проевропейского курса. И скажу, если брать, значит, ВВП по паритету покупательской способности, то у нас в Беларуси, а это данные ЦРУ, да, которая в свободном доступе может любой войти в интернет, то в Беларуси сегодня этот ВВП, он выше или сопоставим с такими странами, как там Болгария, там Румыния, где-то, я уже не говорю по странам бывшего, значит, Югославии, но если Сербия столько времени находится в самом центре Европейского Союза, если выполняют уже все, собственно, рекомендации, если вынуждены были, образно говоря, решить вопрос по всем своим, значит, структурам и лидерам военного движения, значит, даже как бы там ни хотелось, закрыть какие-то предприятия, и все равно там ситуация хуже, ну почему Сербия сегодня в Евросоюзе, почему там лучше не живут? Вот у меня вопрос, почему Болгария, образно говоря, не устремилась в высочайший полет своей экономики, а где-то там, ну почему там от Молдовы до Украины ситуация такая, которую мы сегодня видим? Ну, если бы у нас были примеры другого плана, можно было бы о чем-то говорить, то это понимает, тот живет нормально, тот имеет возможность здесь, значит, свои возможности, умения применить на практике, и поэтому, как нигде, ну в регионе, где люди заняты делом, если есть еще работа, если есть еще занятия по душе, вот, то там вообще никакой напряженности не ощущается и близко. Не говоря уже о том, что люди хотят просто жить в комфортных условиях и решать какие-то насущные проблемы, вода, дороги, опять же, социальная инфраструктура, Вот, кстати, возвращаясь к выездным приемам, действительно, значит, много вопросов касаются не столько политики там, какого-то, значит, экономического развития государства, людей волнуют конкретные вопросы. Кого-то поиск работы, кого-то дорога, значит, вопросы ЖКХ, и я скажу, зачастую людей я понимаю, потому что не всегда, к сожалению, это, наверное, такая есть проблема, она не касается одного-двух-трех районов, но много где, не всегда местные руководители слышат и видят проблемы людей, иногда отмахиваются, считая их абсолютно непринципиальными и неважными. То есть, если мы там строим, условно говоря, дорогу от, там, устроили от Гродно до Минска, так в какое сравнение имеет там некая дорога от какой-нибудь деревни, к примеру, к Лиде? Но имеет отношение, потому что она касается конкретно одной-двух-трех деревенек, там живет, там 200-300 человек, у них есть родственники, знакомые приезжают и так далее. Поэтому такие вопросы тоже должны решаться, местные власти должны тоже видеть эти темы. И если приходят на прием, допустим, ко мне человек пять, которые хотят, значит, найти работу, и мы прямо на месте находим варианты, ну, что мешало, значит, местный исполнитель «Вертикаль» этот вопрос решить без представителя администрации. А мешало, вот какая-то такая замшелость, наверное, какая-то такая местечковость иногда. Может быть, неактивность, да, в решении. Ну, собственно говоря, люди-то общаются, и люди дают свои какие-то предложения, но их не видят, не слышат. Самое главное, что варианты решения проблем нужно предлагать и обсуждать. И вот вы где-то говорили, опять же, в рамках одного из выездных приемов, что необходимо просто объяснять людям какие-то вопросы, в том числе и деятельности государства, и законодательные аспекты, и, может быть, применение каких-то нормативных документов, потому что это тоже важно. Ведь, может, люди не знали, а как решить можно свой вопрос. Может, не так там остро он и стоит, но вот благодаря вот такому разъяснительной работе... Ну, знаете, тут тема какая есть. Первая тема, что иногда, правда, получается так, что, когда ты уже видел на протяжении многих приемов некую матрицу, значит, решения вопросов, то ты можешь, значит, где-то местному руководству подсказать, как это можно решить, значит. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, если мы говорим про, значит, людей, которые обращаются за решением своих вопросов и где-то в качестве обоснования выносят, типа, вот, там, власть приняла то или иное решение, значит, а почему не другое, то вы абсолютно правы. Иногда, опять же, у нас власть, соответствующие лица официальные считают, что мы понимаем, что это надо людям, мы знаем, что это для людей, мы это будем делать, а то, что понимает этот человек или не понимает, или правильно расставляет приоритетность их действий, это, типа, нам все равно, мы же делаем для людей. Так вот, тоже должно быть это не все равно. Если, образно говоря, где-то строится одна дорога, а не строится другая, надо людям говорить. Мы строим вот эту дорогу, потому что вдоль ее проживает там тысяча человек, там, значит, школа находится, поэтому мы берем ее сейчас. А вот вашу дорогу мы сделаем через два года, когда будет следующий этап, потому что в числе приоритета у вас здесь 400 человек или 300, и школы нету, к примеру. Или же вопрос, там, допустим, детского садика там какого-то. Вот мы сначала строим в этом, значит, микрорайоне. Людям надо разъяснять. Я уверен, что если бы правильно, грамотно на этапе принятия и реализации решений людям рассказывали именно логику принятия решений, значит, ее замысел, то у многих бы много вопросов бы, собственно говоря, да. А когда у нас, значит, люди никогда приходят и говорят, а что вы тут строите? Говорят, не ваше дело. Потом выясняется, что строят-то нормально, благоустраивают там райончик со спортивной инфраструктурой. Но люди-то сразу у нас думают, что высотку построят там, значит, заселят, либо там, не знаю, какой-то шумный магазин и так далее. И затронет их интересы. И затронет их интересы. Надо с людьми разговаривать. Ну, не только возможность услышать и население во время выездных приемов, это еще и обратная связь с трудовыми коллективами для разъяснения актуальных вопросов нашей жизни и общественно-политического, социально-экономического развития Беларуси. Некоторые трудовые коллективы, наверное, мы помним, которые переживали острые периоды. Вот сегодня, насколько это трудовое сообщество консолидировано для того, чтобы понимать, что экономика и развитие государства очень зависит от экономики. И необходимо приложить все усилия для того, чтобы выпускать и качественную продукцию, и успешно ее реализовывать, ну и в том числе повышать благосостояние трудящихся. — Ну, действительно, трудовые коллективы очень живо интересуются, значит, ситуацией. И тут больше будет сказать именно трудовые коллективы, потому что сам по себе человек, ну, почему-то считает, что вот его больше интересуют его личные дела, но когда собираются в коллектив, и кто-то там вдруг про что-то сказал, там, про большую экономику, либо там, про большую политику, все тут же специалисты, и, значит, как ком сразу появляются некие мнения, некие, значит, эмоции и так далее. И, наверное, действительно этими эмоциями некоторые коллективы переполнились, значит, в августовские дни, хотя здесь и этому есть объяснение. Во-первых, очень короткий момент для принятия решения. Эмоционально накачали людей и чувство сопричастности к некому общему делу. Вот оно и стало, значит, каким-то таким, значит, серьезным вызовом, который, в общем-то, всех вот и направил в такую какую-то, в такой вот ритм, да, такой эмоциональный. На самом деле у людей не было возможности глубоко продумать вопросы, не было возможности проанализировать причины, следствия и вообще последствия каких-то шагов. Сегодня, когда прошло время, когда, собственно говоря, было время у всех увидеть ситуацию под другим углом, сегодня стало достоянием гласности информации в отношении и внешнего воздействия, и планов, в том числе насильственных, значит, по свержению конституционного строя, и в отношении неких планируемых действий по, в адрес, значит, и представителей государственного сектора, правоохранительных органов, их членов семей, когда были преданные гласности, многие вещи, касающиеся вообще подготовки терактов и даже осуществления силовых действий в отношении просто людей, не только правоохранительного блока, то, конечно, у людей немножко эта парадигма внутри как бы поменялась. И, собственно говоря, сегодня уже рассуждая, что нам вообще важнее иметь в стране, у всех начинает превалировать работа, зарплата, стабильность, социальная политика. Все уже сравнили, посмотрели, как это может быть. А вокруг, опять же, по периметру границы Белоруссии, да и у многих тех странах, с которыми мы, собственно говоря, когда-то были в одном единой семье в Советском Союзе, есть на кого посмотреть и есть из чего делать выводы. И поэтому сегодня действительно, когда приходишь в трудовые коллективы и с ними разговариваешь, нету той эмоциональности, нету той категоричности. И я предпочитаю разговаривать, опять же, не менторским тоном, не какими-то лекциями, небольшое вводное слово, призывающее людей к диалогу. И, собственно говоря, очень рад, когда вообще сыплется вопрос, и люди показывают себя небезразличными. У нас они вот чуть-чуть сыпятся, видите, Виктория не успевает принимать. Ну, давайте к ним, мы чуть попозже вернемся. Вот для того, чтобы сделать и работу над ошибками, ну, вот когда возникали какие-то острые моменты или вызовы в отношении и нашей безопасности, и нашей страны, совершенствуется законодательство. И сейчас, конечно же, обсуждается тема обновления основного закона Беларуси. Вот поступали предложения по увеличению и самостоятельности местных органов самоуправления, их компетентности повышения, ответственности руководителей за конкретное развитие регионов. С учетом посыла Всебелорусского народного собрания и вот той повестки, принятой до 2015 года, развития нашей страны. До 25 года. До 25 года развития нашей страны. Как вы видите необходимость совершенствования, насколько вы успеваете сегодня законодательное поле над теми событиями и всеми моментами в отношении нашей страны? Знаете, у нас общество долгое время жило как в заповеднике с точки зрения неких эмоциональных, таких внутриполитических, таких, что ли, моментов, через которые прошли все вокруг государства, которые нас окружают. Значит, у нас не было насильственных действий ни при получении независимости, не было каких-то массовых политических, значит, таких, от которых сотрясала всю страну акции, майданов там и так далее, вооруженных столкновений, как через что прошли все наши соседи. И поэтому мы как-то не задумывались и над правовой базой неких вещей. Она у нас как осталась там от Советского Союза, так, в общем-то, с небольшими, значит, изменениями, корректировками дошла до сегодняшнего момента. Это я имею в виду вот там какие-то вопросы по экстремизму, по каким-то насильственным действиям, по какому-то регулированию IT-сферы с точки зрения ее использования в киберпреступности и так далее. Потому что мы всегда говорили, мы толерантный народ, у нас проявлений таких нет, их быть не может, а раз этого нет, так зачем нам это все, в общем-то, нужно? Теперь же, когда все-таки мы вот на своих ошибках пришли к тому, что у нас целый пласт отношений не зафиксирован нигде юридически, что целый пласт каких-то юридических норм уже тратил вообще любое какое-то физическое свое применение требует совершенствования, мы, в общем-то, начали подтягиваться. Нас начинают критиковать за то, что мы вроде как ужесточаем что-то, но мы видим, что наше законодательство, даже то, которое мы сейчас меняем, оно все равно по своей как бы серьезности далеко, значит, внизу далеко не дотягивает до того, что имеют такие развитые якобы там демократии США, Франция, Германия. В общем-то, где, значит, вопрос неприкасаемости чиновника, личных персональных данных, где вопросы поведения, значит, на протестных акции, отношения к правоохранительной системе, вопросы, значит, каких-то забастовок, оно, в общем-то, наказывается незамедлительно и без всяких каких-либо вообще оговорок и этих самых... Ну, мы видим, да, эти кадры, которые из других стран, и в Европу, и США поступают, где там все подавляется. Да, и поэтому, конечно, мы вынуждены были на это идти. Сегодня очень много работы для парламента, но он с ней справляется. Вы видите, первое, второе чтение, каких законопроектов уже прошло в Палате представителей, Совет Республики рассматривает. В ближайшее время мы увидим немножко обновленное законодательство. Что касается работы над Конституцией, создана рабочая группа, туда поступило очень много, значит, предложений, ну, от таких маргинальных, там, каких-нибудь, вот, и невыполнимых, до очень вполне, значит, применимых. Значит, я не буду здесь останавливаться, потому что это прерогатива все-таки рабочей группы, а то будет как кто-то там когда-то сказал, что, а давайте, может, в 20 лет будем голосовать, и, кстати, до 70 только, и тут же все наши, значит, телеграм-каналы, вот, Беларусь нажимает. Это кто-то когда-то что-то сказал. Одно предложение из тысячи. Ну, понятно, кто ж сегодня ограничивать будет человека, если наступает совершеннолетие с 18 лет, и право голосовать. Ну, это нонсенс. Но, видите, у нас просто определенный есть пласт, значит, средств массовой информации, или около даже средств массовой информации, для которых, в общем-то, вопрос продвижения фейков и игре на хайпе, это первое очередное значение имеет, даже, несмотря что под этим никаких оснований нет. Ну, для того, чтобы обратиться к нашим слушателям, вот, посмотреть, что их волнует, давайте зачитаем вопросы и СМС. Вопросы, касающиеся именно повышения престижа госслужбы и роли отделов идеологии в райисполкомах, должны они вести наступательную пропаганду патриотизма в СМИ, в учебных заведениях и на производстве, для того, чтобы действительно не было затем, вот таких вот моментов, где преданность власти, аспекты мы такие проходили, да, то есть, действительно, не откладывая заняться этой работой, слушатели советуют для того, чтобы еще больше патриотическую составляющую не только среди молодежи работает, но и среди кадров на местах. Ну, я вам хочу сказать, что да, ну, я бы не называл, знаете, такие вот фразы, как наши, значит, слушатели, пропаганда, там, значит, идеология, и это хорошие слова, но они немножко, значит, в нашем обществе такой оттенок имеют все-таки такой немножко, знаете, государственно такой вот, как бы ударный. Я бы все-таки ориентировал вообще те службы, которым надо заниматься подобной работой, значит, каком-то, значит, развитием темы патриотизма, все-таки на более точечную и более такую вовлеченность в граждан, вот именно в сам этот процесс, не какими-то там лозунгами пропагандистскими и, значит, закликами, а надо делать так, чтобы люди все понимали, что Беларусь – это их родина, другой родины нет, и, значит, ни Польша, ни Украина, ни Россия, ни Литва родиной никогда не станет, всегда мы там будем людьми второго сорта, и наши дети будут там второго сорта. Эта земля нам далась когда-то, и впервые мы полностью самостоятельными, независимыми игроками на ней стали чуть меньше 30 лет назад, и нам надо здесь всем быть едиными в защите интересов страны. А привести хочу один только пример. Вы знаете, много говорят, вот пропаганда там и так далее, на Западе такого нет. Есть и даже покруче. Пример буквально такой. У меня, значит, один из друзей дипломат возвращается из Канады, и, значит, в свое время был чемпионат мира по хоккею, играла Франция, значит, Канада. Ну, его сын, которому 6 лет, туда пришел с дедом, и когда играли гимн Канады, он был в секторе белорусской, он встает, руку на сердце и поет этот гимн. Вопрос, почему? А в детском садике в Канаде, где он был, там каждое утро начинается с канадского гимна, с того, что дети встают, поют гимн с рукой на сердце. Вот вам и вся пропаганда. А вы подумайте, вот сегодня, если мы где-то как-то скажем, а вот надо было бы в садике. Нас тут многие начнут из этих, опа, телеграмм, этих помоек, как они кричат, что это что такое, это навязывание непонятно чего, и так далее, и так далее. Какой здесь патриотизм? Патриотизм начинается с малого. С любви к родине, к любви к флагу, к гимну, к той земле, где живешь. И в том числе, наверное, задействовать и общественность в решении каких-то важных задач, которые касаются каждого из нас. За нас, наверное, никто не сделает. А мы можем сделать свою жизнь более комфортной, более стабильной. То есть сам человек должен вовлечен, быть заинтересован. Но это тоже в том числе указывается. Ну, эта тема очень хорошая. И я тоже всегда призываю местной власти готовить какие-то мероприятия, инициативы, особенно такого благотворительного характера, совместно с людьми, которые проживают. Собираются люди, пишут какие-то заявления по какому-то благоустройству. Ну, прошли те времена, когда, значит, все делал только ЖКХ. Но есть определенный какой-то, значит, спектр действий, которые ЖКХ и должен дальше делать. Но если это выходит несколько за рамки какого-то участка, если выходит за рамки где-то полномочий или финансовых возможностей, ну, возьмите, соберитесь. Вам ЖКХ лопаты привезет, грабли привезет. В конце концов, зеленстрой привезет пару там саженцев, кустов, деревьев. Возьмите и, собственно говоря, вместе это сделайте. Но как у нас не призывают в городе Минске, значит, местные власти, сделаем двор зеленым, какая-то такая акция есть. Вы знаете, единичные только случаи, когда люди выходят и где-то делают и помогают. Вот на районе, в области это гораздо больше, гораздо ближе. Ну, там, собственно говоря, люди этот труд вот такой к земле поближе и вообще к другу такому человеческому, такому тяжелому труду привычный. Поэтому они, собственно... А у нас только говорить. Вот придите мне, сделайте. Вот придите, значит, закрасьте мне какие-то там лозунги внутри. Возьмите, соберитесь деньгами и закрасьте. Ну что ж, давайте перейдем к вопросам. На самом деле география вопросов очень большая. И Витебск, и районные центры, и Минск. Я, наверное, просто объединю, потому что очень много персонифицированных вопросов. Например, в Дубровно очень большая проблема с дорогами, да, как вы и говорили, что люди обращаются, я вам лично передам. Значит, есть вопросы по поводу Минска, которые не решаются с ЖКХ, но это такие частные истории. Ну, из таких вопросов вот от Ирины пришел. Интересуется, сейчас вот рассматриваются диалоговые площадки, новая полномочия, правительство, министерств. Вот какие, может быть, новшества или какие предложения будут вноситься, внесены на рассмотрение президенту? То есть вот как в этом направлении продвигается вопрос? Ну, во-первых, на первую часть отвечаю. Вот вы все обязательно соберите, что вам вот люди звонили, какие вопросы задавали. Будем считать, что это не выездной, а эфирный прием граждан. Такой спонтанный. Я их поставлю все на контроль и постараюсь, чтобы их голос был услышан, на вопросы решены. Что касается перераспределения полномочий, об этом президент много говорил, правительство над этим работает. Конечно, есть идея частично по каким-то вопросам, наверное, больше экономического плана, значит, где-то передать часть полномочий в экономическое русло именно в правительство. А по вопросу распоряжения к имуществам, какими-то вопросами землепользования, вопросами именно решения проблем на местах отдать местные органы власти. Но сегодня пока еще рано говорить о конкретных вещах, потому что в нашем же обществе как? Вот сейчас что-то скажешь, кто-то скажет, что это Рыженков сказал как возможное, а потом передадут, что такое будет, а потом все будут, значит, говорить о том, что Рыженков сказал, что так будет, а почему не случилось. Поэтому оставим это специалистам, которые сегодня ведут соответствующую работу, которая в том числе будет, значит, учтена при разработке предложений в обновленную Конституцию. Ну и, безусловно, каждый этап все равно освещается, и поэтому мы тоже об этом говорим, и слушателям просто стоит быть внимательными. Следующий вопрос. Остальные вопросы личного характера, поэтому я вам передам. Максим Владимирович, вам ваш адрес. Большой привет, слушательница только что, и говорит, в одном Максим Владимирович очень прав в том, что Беларусь по-прежнему живет в заповеднике. Вот имеется в виду та и стабильность, и то, та социальная политика, которую проводит наше государство. Ну, опять же, ваш вопрос, вот возвращаясь к повышению престижа госслужбы, насколько сегодня мотивированы люди, госслужащие, идти в решении задач развития нашего государства. И вот вы выступали в Академии управления при президенте. Оцениваем молодое поколение. Идут сегодня активно в эту сеть? Ну, скажем так, с молодым поколением тоже надо работать. Кто знает, что такое госслужба, и кто представляет конкретное направление госслужбы, тот идет туда с охоты. Если человек приходит, то он уже оттуда никуда не уходит. А для этого, конечно, надо органам госвласти быть почаще именно в университетах, институтах, которые готовят соответствующих специалистов. Встречаться, значит, со студентами, магистрантами. Опять же, больше не рассказывая, может быть, что-то о себе, а в режиме диалога. То, что волнует именно наших ребятишек. И тогда, вот как я, допустим, тоже люблю ходить в Академию управления, иногда выскакивают, знаете, такие ушлые ребятишки, которые видно, что он хочет знать, он хочет уйти в эту, значит, госслужбу, но он хотел бы понимать, что это вообще, какой там, значит, пакет социальный, зарплатный, а какой у него будет социальный лифт. Потому что многим же важно не только попасть в госслужбу, но и понимать, если он качественно выполняет свои функциональные обязанности, то у него будет соответствующий карьерный рост. Вообще хотелось бы побольше вот таких людей, именно амбициозных, потому что он и будет работать гораздо эффективнее, понимая, что его дальнейшее продвижение зависит от того, что он конкретно делает. Поэтому я бы тут больше, значит, призвал соответствующих госорганизаций идти, значит, в вузы напрямую, подыскивать там себе каких-то, значит, подрастающих поколений, университетом почаще приглашать к себе. У нас такая задача Академии управления стоит, чтобы постоянно не вылазили оттуда, значит, министры, замминистры, начальники управления, министерств, ведомств, вот, чтобы прокатывали ребят и всё-таки помогали им сделать выбор. Госслужба – это их всё-таки или не их? И, конечно, я скажу, если брать в целом, то недостатка в пополнении кадров в госслужбе нету. Сегодня многие социальные вопросы решаются очень хорошо. Зарплатные, ну, конечно, если мы говорим про первый год, второй, но когда получают уже и класс повыше, когда выслуга лет небольшая, то, собственно говоря, тогда полегче. Но могу про себя сказать. Я в Министерство иностранных дел пришёл, когда зарплаты моей первой хватало только на обед в столовой, значит, в течение 22 дней рабочих и больше ни на что. То есть, образно говоря, здесь и вопрос. Есть ещё мотивации. Не всегда зарплата только мотивирующий фактор вот прихода на работу, да? Тем более, что со временем она уже выравнивается. Вот поэтому тут должно быть понимание, я для чего туда иду. Вопрос ещё от слушателей по социальной поддержке ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Наверное, сейчас и дата 35-летия с момента аварии приближается. Ну и вообще социальная поддержка ветеранов и таких категорий. Насколько она сохранится ли в нашем государстве? Ну, президентам об этом было сказано, что несмотря на, значит, коронавирус, обстоятельства, несмотря на международные какие-то экономические процессы, вот, в любом случае, значит, социальная поддержка в обществе сохранится. Мы ни за что не пожертвуем этим сегментом помощи тем, кто в этом нуждается. Вот, что касается тех, значит, методов этой поддержки, значит, то, что те, которые сегодня существуют, те категории остаются, это, конечно же, понятно. Но надо, конечно, я знаю тему и ликвидаторов, и есть ещё тема, значит, каких-то других, там, афганцев, там, и некоторых многодетных матерей. Они бы хотели больше. Но государство сегодня столько оказывает, сколько может, не в ущерб развитию экономики и поддержанию некоторых других социально уязвимых слоёв населения. Как только у государства появляется возможностей больше, я уверен, если бы не пандемия, на которую мы вынуждены были направить огромные ресурсы в систему здравоохранения, эти средства ушли бы тоже в социальную сферу, но на другие направления. Но здравоохранением мы закрываем очень много вопросов, которые касаются любого человека, будь то многодетная мать, будь то, значит, пенсионер или инвалид. Потому что вопросы коронавируса, и, значит, лечения, и профилактики, и восстановления, они для всех важны. Поэтому социальная поддержка останется, но по увеличению мы должны исходить из наших физических, экономических возможностей. Ваш вопрос о теме спорта. Воспользуемся тоже этой возможностью Белорусскую федерацию баскетбола. Максим Владимирович возглавляет. И поздравляем вас с переизбранием на эту должность. Вот развитие игровых командных видов спорта. Некоторые говорили, что она у нас не на том уровне, на каком бы хотелось. И в то же время создана инфраструктура, и детские секции работают. Но вот недавно же было победное выступление «Горизонта» в женской европейской баскетбольной лиге в финале. Как вы оцениваете перспективы? Ну и вот на Олимпиаду это у нас будет в Пекине. Олимпиада в Токио. В Токио. С участием командных видов спорта. Что у нас там? Ну, вообще, знаете, во всем мире считается, что команда, команда, даже если она не завоюет никаких медалей на Олимпиаде, но попадает, это уже большой успех для любой страны. Потому что командные виды спорта, они наиболее, наверное, любимы болельщиками. Потому что в отличие, может быть, от какого-то индивидуалиста, там, легкая атлетика, борьба и так далее, выступления, где происходит время от времени и, собственно говоря, в основном на каких-то там чемпионатах, то командные вообще виды спорта видит зритель чуть ли не каждый день. Сегодня играют в чемпионате Беларуси, завтра Единая лига ВТБ, послезавтра Европейская лига, как вы сказали, потом уже в составе национальной отборочные какие-то, потом Европа, мир и так далее. То есть вот эти люди, болельщики, которые любят игровые виды спорта, своих кумиров видят очень часто, болеют, переживают за них. И все-таки момент игры это полтора-два часа, вот, а не, знаете, там, сто метров пробежал за семь секунд или восемь там, и привет, и все тебе эмоции. Поэтому их любят, поэтому переживают, за ними следят. Конечно, я тоже очень рад, что наши баскетболистки выиграли эту, значит, Европейскую лигу. И, собственно говоря, выиграв одну из лучших команд России, выиграв у чемпионов Украины, значит, оказавшись выше ТТТ легендарного латвийского клуба, это шеломительный успех. И, собственно говоря, я считаю, что несмотря как бы на какие-то вещи, которые, ну, может быть, не удаются полностью в каких-то наших игровых видах спорта, все равно их развивать надо, потому что здесь есть еще элемент такого, знаете, спортивно-социального характера. Победа победы, этого надо ждать, этому надо стремиться. Но есть еще и тема вот этого, как это, болезни за свою любимую команду, за своих, значит, ребят. А от себя скажу, что в стране созданы абсолютно все условия, чтобы все игровые виды спорта показывали достойный результат для болельщиков. Вот. Но где-то тренера не хватает, где-то не подсобрали коллектив достойный, значит, игроков. Вот, смотрите, Динамо Минск собралось по хоккею, напряглось, и неплохо это провело, значит, сезон. Вот, конечно, уже в плей-оффе как-то так себя не сильно проявило, но, опять же, на тоненького не сильно проявило. А весь сезон отыграли неплохо, значит, на зависть многим, особенно тем болельщикам, которые эту команду бросили в начале сезона. Я думаю, что в конце они пожалели об этом. Ну, сегодня развитие игровых видов спорта под плотным контролем в Министерстве спорта, поэтому там сейчас не забалуешь, в общем-то. Ну, и будем, конечно же, ждать новых результатов, потому что мы как раз-таки в лице победы одной команды это победа страны. Спасибо большое, Максим Владимирович, вам за участие в нашей программе. Мы, конечно, всем слушателям говорим, кто не дозвонился, что серию продолжим таких вот важных встреч, и в том числе с представителями администрации президента. Напомню, сегодня у нас в гостях был первый заместитель главы администрации президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков. Видеоверсия нашей беседы будет доступна на YouTube-канале и на сайте Белорусского радио работали в студии Виктория Урбанович и Павел Лазовик. Всего доброго.